Да, обовязково. Обовязково будет возможность. Дмитрий говорил о Михницком, да, которым это автор 10 заповедей националистов. Вдумайтесь, ирония какая. У нас есть бульвар дружбы народов. Я не знаю, уже переименовали или собираются только назвать его именем. Именем Николая Михницкого, правильно говоришь? Уже приняли решение, Михновский. Его цитата дословная. «Уси люди твои браття, але москалі, ляхи, угры, румуны та жиды – це вороги нашего народу. Пока вони пануют над нами, взискуют нас, Украина для украинцев. Отже, выгонь звідусиль з Украины чужинців-гнобителів». Это бульвар дружбы народов. Ещё раз, по 15-й статье Конституции никакая идеология не может быть обязательной. Что сейчас делает государство? Именно это нам навязывают обязательную идеологию, причисляя себя к титульной нации, ассоциируя себя с Украиной, вещая от имени нас. Я лично не давал индульгенции по рубию говорить от имени нашего народа. И от себя лично. Я не давал Порошенко разрешения вступать в любой военный альянс от своего имени, от имени наших граждан. Вы давали. Почему они себя с этим ассоциируют? Почему происходит действительно преследование национальных меньшинств? Потому что это вписывается в их концепцию. Потому что действительно всё происходит безнаказанно. У нас что, первый раз убили ромов? Я специально говорил цыганам. Потому что мы стали все корректными и начали называть их ромами. Но только гибнут они почему-то стали в два раза чаще. И их поселения жгут. Началось-то всё. 21 апреля... Мы поговорим об этом сейчас подробно, Евгений. Мы сейчас об этом будем говорить. Тогда я не буду заострять внимание на этой теме. Я сегодня зарегистрировал законопроект. Его зарегистрировали под номером 8550. О засадах мовной политики в Украине. Этот закон абсолютно проукраинский, который на самом деле регулирует тот нормативный вакуум, который они образовали, отменив закон Колесниченко-Кивала. Если вы помните, они его сначала проголосовали, это было неконституционно. А сейчас говорят, вот суд отменил его конституционный. А знаете почему? Не потому, что он не соответствовал Конституции. А потому, что по их мнению, он был принят с нарушением процедуры принятия закона. Он не противоречил ни хартиям, ни Конституции, ничему. Сегодня я этот вопрос исправил. Я предлагаю иметь национальный государственный язык, естественно, украинский, и дать возможность регионам на региональном уровне принимать региональные языки. На местном уровне, где компактно проживает больше 10% граждан, местные языки, которые ничем не отменяют украинский язык, но дают возможность чтить традиции и культуры. Мы бы не поднимали этот вопрос, его действительно никогда не было, им спекулировали политики. Но ведь они под предлогом объединения нации приняли закон о мовных квотах. И с 1-го числа действительно надо будет смотреть все на украинском языке, а если не дай бог, штрафы. С 13-го. Октября. С 13-го жопа. Октября, простите, да. Они приняли закон об образовании и запретили образование на языках национальных меньшинств. Под предлогом патриотизма, любви к родине, творятся на самом деле нарушения всех прав и свобод. И это то, что отделяет и отдаляет нас от Европы. Что должно сделать государство? Что должны сделать мы? Мы на самом деле должны взять народовластие в свои руки. Не могут люди, которые должны принимать таблетки, принимать законы. Вы посмотрите в лица половины народных депутатов. Да у них справки есть у всех. И они от нашего имени разговаривают и принимают судьбоносные законы. Я внес закон о том, что нужно проводить обязательный медосмотр. Не принимают. Боятся. Представьте, водитель троллейбуса 40 человек везет. Справка должна быть. А эти управляют 40-миллионной страной. Конфликт вокруг. Справок нет. Друзья, мы все должны раз и навсегда, чтобы политики действительно были полезными. И не орали на всю студию и устраивали истерики. Забрать у них эту возможность. Все партии должны конкурировать экономическими программами. И нести за это ответственность. Вопросы еще раз хочу повторить. Культуры, истории, прав и свобод должны решаться на региональном уровне. Должна пройти децентрализация не на словах. Мы должны в центре оставить армию, финансовую систему, нацбанк, МИД. Все остальное на места. Без этого мы не вернем ни Донбасс, а диалог относительно Крыма вообще становится смешным. Спасибо большое, говорим Евгению Мураеву.